Не так давно в республике открыли и горячую линию для консультирования по вопросам мобилизации, а также помощи семьям мобилизованных. В колл-центре уже обработали больше тысячи обращений и работа не останавливается. Меры поддержки разрабатываются как на федеральном, так и на региональном уровнях. Алина Цгоева расскажет обо всем подробнее. Выплаты и льготы доступны, за ними не надо бегать по кабинетам с кипой бумаг. Это четко обозначил глава региона в понедельник на аппаратном совещании. Это и к семьям призванных. То, что положено, будет поступать автоматически. Для этого правительство работает над социальными паспортами, где все актуальные данные по членам семьи мобилизованных будут доступны всем ответственным ведомствам. Пока специальный документ формируется, помощь каждый день поступает из комплексного центра социального обслуживания населения. Там сотрудники мониторят все поступающие заявки. Нужна разная, но в целом теплые вещи, продукты и бытовая химия. Такая адресная помощь дойдет до 72 семей. Мы очень тесно работаем со всеми структурами, министерствами. И министерством здравоохранения решают вопрос дорогостоящих препаратов для матери мобилизованного. Активно мы работаем. Девочки молодцы. У меня исследуют и быстро, оперативно решаем все потребности. Открыты горячие линии, чтобы семьи мобилизованных могли сообщать, в чем нуждаются. Такая непростая, но очень важная работа ведется в корпусе спасателей. На базе ресурсного центра работает колл-центр. Его запустили по поручению Сергея Миняйла. Почти тысячу заявок уже приняли и обработали. Планируют куда больше. И не просто ради галочки для отчета, а чтобы реально помочь тем, чьи родные сейчас на передовой. Здесь находится представитель военкомата, психолог, юрист. И по вопросам, которых интересует, они им отвечают, подходят к телефону, мы их зовем. И они отвечают на все их вопросы. В случае, если им нужны какие-то лекарственные препараты, продукты, мы это записываем, заполняем анкету и делаем запрос. Это все вбивается в компьютер, отправляется в ведомство. И оттуда уже волонтеры работают по этим заявкам. В колл-центре еще и консультируют людей, рассказывают о мерах поддержки. Тем более, что они продолжают разрабатываться как на федеральном, так и на местных уровнях. К примеру, кредитные каникулы, которые ранее практиковали в период пандемии, сегодня предоставляются на срок службы по мобилизации, контракту или участию в СВО плюс 30 дней. Услуга доступна по заявлению заемщика, по всем потребительским кредитам и займам. Под условия попадает ипотека и кредитные карты, если их оформили до мобилизации или до участия в спецоперации. Для того, чтобы получить кредитные каникулы, необходимо обратиться к своему кредитору по телефону или любым удобным способом, а также способом, указанным в договоре займа. Это может быть и обычная почта, и электронная почта. К заявлению желательно приложить документы, подтверждающие участие в специальной военной операции. Но если заявитель не может приложить такие документы, то кредитор сам может запросить их либо в Министерстве обороны, либо в другом ведомстве. А с 23 ноября такие данные кредиторы смогут запрашивать в подразделениях Федеральной налоговой службы, к которой эти данные будет предоставлять Министерство обороны. Банк, микрофинансовая организация и иной кредитор обязаны рассмотреть заявление о предоставлении кредитных каникул в 10-дневный срок. И уведомить о своем решении заявителя. То есть, либо положительное решение, либо отказ в предоставлении. Но если заявитель в течение 15 дней не получил ответа от кредитора, то кредитные каникулы считаются действительными с момента подачи заявления. С объявления частичной мобилизации прошел месяц. За это время фиксировались разные проблемы. Многие из них довольно быстро решаются. Помимо адресной помощи, расширился перечень льгот для семизащитников. Бесплатное питание в школах для детей. Вне зависимости от финансового положения семьи, выплаты родным, военнослужащих и компенсации за услуги ЖКХ. Всесторонняя поддержка близких мобилизованных остается под особым контролем на всех уровнях власти. Призванные по частичной мобилизации, нужны своей стране. И чтобы они со спокойной душой могли выполнять свой долг, важно быть рядом сегодня с их семьями. Алина Цгоева, Сабина Гатагова, Лана Томаева, Давид Бетиев, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге».